Друзья, всем привет! С вами Андрей Жук, канал «За рамками ритейла». Сегодня короткий выпуск «Ритейл в деталях». Нахожусь в Дубае для того, чтобы снять для вас обзор самого большого в мире торгового центра. Главный вопрос, которым я хочу разобраться сегодня вместе с вами, это как будут работать торговые центры после пандемии. Насколько привычные нам якоря, такие как кинотеатры, детские развлекательные центры, фуд-корты и рестораны будут генерить потоки покупателей в наши торговые центры после пандемии. Друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Для нас это очень важно. Поехали со мной! Друзья, вот так выглядит вход в торговый центр, где вы можете оставить свою машину, которая вам припаркует через валет-паркинг, и швейцар откроет вам дверь, чтобы вы могли сойти в торговый центр. Пойдемте! Продолжение следует... Вот так выглядит один из самых больших аквариумов в мире. 10 тонн воды. И перед нами самая большая панель, которая отделяет нас и аквариум, прозрачная. Не могу не обратить внимания на количество людей, которые находятся возле аквариума. Их просто колоссальное количество. Также хотел бы показать еще супермаркет-конфет, который привлекает очень сильно внимание деток. И мои дети не смогли просто пройти меймаркет этого супермаркета. Для адептов лакшери, часть фэшн-галереи, где мы сейчас находимся. Именно здесь находятся все люксовые магазины. За моей спиной находятся Gucci, Rolex, Valentino, Dolce & Gabbana, Hermia и много других брендов. И здесь чувствуется огромное засечение денег на один квадратный метр. И здесь вы можете увидеть огромное количество именно местных резидентов Дубая. Сейчас я бы хотел рассказать о характеристиках торгового центра. Торговый центр находится в downtown area. На строительство этой зоны правительство Дубая потратило 20 миллиардов долларов. И, к примеру, здесь находится самое высокое здание в мире. Это башня Бурж-Халифа, 828 метров высотой. Торговый центр, в котором я сейчас нахожусь, общая площадь 1124 квадратных метра. Торговый центр был открыт 4 ноября 2008 года. Это площадь под этажами, которые сданы в аренду, 500 тысяч квадратных метров. И GLA, это Global Lease Area, это площадь, которая сдается в аренду, 350 тысяч квадратных метров. Здесь находится 1200 магазинов. Только представьте, больше 1000 магазинов в одном месте. И здесь находятся не просто магазины. Здесь многие ритейлеры, практически все, хотят открыть свои лучшие магазины. Здесь находится огромное количество новых концептов, новых интересных магазинов. Если вы увлекаетесь и вас интересует ритейл, то я вам очень рекомендую посетить этот торговый центр, потому что именно здесь вы можете увидеть самые новые форматы и концепты. Также три паркинга обеспечивают 14 тысяч парковочных мест, относительно якорных арендаторов. В торговом центре есть супермаркет, есть кинотеатр на 22 зала, есть детский развлекательный центр в Кинзане. И также есть большое количество нерванов, к примеру, здесь находится галерея Лафаэль. Также хочу обратить внимание на то, чтобы, если вы хотите подняться на башню Бурж-Халифа и приехали, к примеру, на метро, как мы сегодня это сделали, то вы должны пройти через кондиционированный коридор 820 метров, туннель, который соединяет метро и торговый центр. И обязательно вас заставляют, в хорошем смысле слова, пройти через торговый центр. То есть нет прямого входа в Бурж-Халифу с метро, вы обязательно пройдете весь торговый центр. Таким образом, торговый центр увеличивает свой футфолл, посещаемость минимум на 5000 человек в день. Друзья, шопинг у нас сегодня подзатянулся, на моих часах уже практически 12 часов вечера. Все-таки 350 тысяч квадратных метров торговой площади, это очень сложно, это очень утомляет и забирает кучу энергии. Но, то, что я сегодня увидел, эти очереди и толпы покупателей в торговом центре, лично для меня вселяют большую надежду. Я понимаю, что жизнь после ковида есть. Так что всем желаю крепкого здоровья, подписывайтесь на канал, увидимся, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова